Друзья, всем привет! Совсем недавно мы снимали новую Skoda Rapid, цена которой в хорошей комплектации 1 миллион 100, 1 миллион 250 тысяч рублей. И многие люди возмущаются, ну куда катится этот мир, куда летят эти цены? А сегодня мы с вами посмотрим вторичку, что можно купить за миллион 200 в среднем. Пожалуйста, ребята, сегодня у нас будет BMW X6 с трехлитровым бензиновым мотором 2012 года выпуска. Это первое поколение. Мы с вами познакомимся кратненько с автомобилем. И самое главное, в этом ролике мы больше пообщаемся с владельцем автомобиля, послушаем, что он про него расскажет. Почему он не продаст машину, не купит себе новый Rapid? Почему он не купит себе, допустим, вместо нее Hyundai Creta? Пусть на все эти вопросы ответит он. При этом мы послушаем, сколько денег машина ему обходится по содержанию. Он второй владелец. В общем, этот сюжет будет интересный и полезный для многих из нас. Сперва маленькая, коротенькая рекламная пауза, и мы продолжаем. Че хочешь, БиКью? На, держись. Держу. Купи телевизор БиКью со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Первое поколение, которое выпускалось с 2008 по 2012 год. 2012 года выпуска именно эта машина. Первое поколение по миру было продано тиражом аж более 200 тысяч автомобилей. Что представляет из себя X6? По сути, это X5. Платформа здесь одна и та же, только лишь другой кузов. По габаритам машина чуть крупнее. Если я не ошибаюсь, технически X6 отличались тем, что у них идет задний активный дифференциал. По интерьеру, по внешнему виду машина будет знакома многим из нас. Одни говорят, что машина пижонская, неудобная. Это купешный такой кузов. Некомфортный, непрактичный. Другие же смотрят на машину и говорят, да ладно, блин, ну как так-то? Крутая тачка. Если мы запрыгнем сегодня на вторичку и посмотрим, почем можно купить эту машину, высовав фильтра, мы увидим, что примерная цена машины миллион-полтора. Вот в среднем диапазоне гуляют цены. Опять же, все зависит от того, сколько будет владельцев, в каком состоянии автомобиль. Давайте я вам расскажу кратенько историю этого автомобиля. В первую очередь здесь визуально, внешне стоит оригинальный обвес. У нас здесь идет карбоновый капот, который изначально представляет себе огромную ценность. Поначалу, покупая такой капот, он обходится примерно, внимание, порядка 600 тысяч рублей. Это просто бешеные цены. Сегодня продать его за 50-100 тысяч, это еще нужно постараться. Внешний вид по обвесу у нас тоже отличается. Пожалуйста, смотрите. Я вам сейчас выведу на экран, как выглядит штатная версия этого автомобиля. Колесики у нас, ребята, 23-е. То есть по городу кататься на таких тачках, но все на тебя будут обращать внимание. Отчасти этот автомобиль, внешний вид для кого он делается? Для людей. Потому что внутри интерьер одно и то же, ничего не поменяли. А внешний вид сделали такой, что ты едешь, подъезжаешь. Многие на эту машину обращают внимание. Сюда же многие скажут, ну кому эти понты нужны? Поймите правильно, никто из нас не вправе осуждать других людей. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Покупать эту машину вас никто не заставляет. Понятное дело, что вы можете видеть то, что она там притерта, там потрепана. Годы идут. У машины сейчас пробег чуть больше 100 тысяч. Реально мало эксплуатируется. Но тем не менее, с 2012 года машина в идеальном состоянии быть не может. Отличительные особенности по задней части. Два спойлера карбоновых. Ну и, естественно, переделанный выхлоп посередине. Значит, машина у нас идет с трехлитровым мотором на 306 сил. Она чипована. Для чего машина делается? Для удовольствия. При этом, подчеркну, что если рассуждать с точки зрения надежности мотора, вот этот бензиновый мотор, у него оценка идет 5 с минусом. Я вам даже сейчас выведу по нему краткую информацию. А вот здесь-таки как раз начинается все самое интересное. Смотришь на вот этот BMW X6 и смотришь на Rapid. Думаешь, блин, ну что же брать? Понятное дело, что взрослый, рациональный человек скажет, да нафиг мне этот X6 не нужен, я лучше куплю новую машину. Надежно, попроще, зато и в содержании дешевле. Ну, давайте окунемся в историю. Мотор у нас здесь идет N55B30. Это трехлитровый мотор на 306 сил. Соответственно, налог сразу в 46 тысяч рублей будет добр заплатить каждый год. Крутящий момент здесь 400 ньютонов на метр. Если мы начнем вспоминать, что он из себя представляет, то первое. Жор масла на 55-м моторе. Зачастую проблема высокого расхода масла кроется в клапане вентиляции картерных газов. В общем, я вам вывожу проблемы и недостатки двигателя. Вы это все видите? В принципе, мотор нам всем известен. Тем не менее, хорошо подается тюнингу. Соответственно, люди его чипуют. Можно сделать стейдж 2 там и вовсе. Будет совсем другая динамика у машины. При этом рейтинг двигателя, обратите внимание, 5 с минусом. Ну, что может подумать человек, который вдруг так случайно набрел на этот X6? То есть, что, блин, 5 с минусом, это же хорошо. А давайте посмотрим, что про него пишут люди. Отзывов про них полно. Покупал на пробеге 94 тысячи, продал на пробеге 134. Менял только масло. Кто-то ремонтировал стартер ценой 8 тысяч рублей. Рычаги передние и верхние 4,5 тысячи за штуку. Ну и вот я вам оставлю даже ссылочку. Вы можете зайти, почитать его, увидеть, что для одного все классно. Внешний вид, движок хороший, тяга хорошая, едет хорошо. Комфортная машина, только масло. Другие начинаются, если почитать, то у них ремонт полмашины, у кого-то просто генератор. Очень часто встречаются турбины по ремонту, коробка передач, дворники, кто-то пишет. То есть, поймите правильно, если посмотреть, то ломается практически все со временем. При этом, если вы будете обращать внимание на пробеги, при которых машины продаются, ну, как правило, там 200, ну, 250 тысяч для него, это уже просто очень много. Поэтому, ребята, это самая настоящая лотерея, именно поэтому эти иксы там и стоят миллион-полтора. Купишь и вложишь еще как минимум 1500 в круг, чтобы машину довести до идеального состояния. Что можно купить сегодня за миллион 200, за миллион 500? Из седанов это будет новый Polo, новый Rapid, новый Solaris, новая какая-нибудь отечественная машина, новая Kia Rio. Из каких-то паркетников это будет Hyundai Creta, это будет что-то можно там найти из китайцев, Carog можно найти, посмотреть. То есть, ну, все эти модели интересны, известны. Но иногда хочется чего-то более такого существенного, особенно молодому парню. Ты, блин, на чем-то на Creta приехал. Классно, без проблем. Новая тачка, никаких проблем у тебя с ней не будет. Ты передвигаешься, машина на гарантии. Ты ни о чем не думаешь, у тебя дешевое содержание, ну, в отношении этой машины. А здесь же ты садишься, у тебя понтовая тачка, ты едешь, ты получаешь удовольствие от того, как машина едет. Но за это удовольствие нужно платить. Вот давайте пообщаемся с владельцем, мы послушаем его, сколько денег он отдает до содержания автомобиля, почему X6 и почему он не хочет продать ее и купить себе новую Creta, к примеру. Друзья, знакомьтесь, владелец автомобиля Дмитрий. Дим, привет. Здравствуйте, Дим. Дим, ты у нас занимаешься организацией вечеринок, тусовок. Клубный промоутер, немножечко ресторатор. Да, ну и такое вроде известное лицо в Москве, которое хотело светиться на яркой, красивой машине несколько лет назад. Давай вот начнем по порядку с истории. В 2015 году ты нашел этот автомобиль по цене, он висел 3 миллиона 200 тысяч рублей. Да, он висел. Я влюбился, я хотел немножечко подешевле найти машину, вот, но хотелось что-то яркое, при этом показать немножечко, чтобы у меня больше денег, чем на самом деле есть. Ага. Я продал Phoenix 35-й, вот, решил добавить немножечко денег и взять себе какой-нибудь X6. Ну, конечно, я не думал про обвес, ну вот, посчастливилось найти эту красавицу, прям, ну, из первого взгляда я влюбился и понял, что не хочу ничего другого, поэтому добавил немножечко денег, взял кредит. Ну, и путем там связи вышел на хозяев этого автомобиля, немножечко продавил их и взял его за 2,7, это 500 тысяч, собрал просто, там много было посредников в этой операции, мы их по максимуму исключили. Нашел девочку-владелицу и нашел парня, который делал занимался тюнингом. Вот, это знаменитый Никита Уровень, он раньше с Blackstar работал, вот, сейчас куда-то пропал он, кстати, непонятно, вот, но он делал для Blackstar всем автомобилем. Вот, и занимался конкретно этим тюнингом. Да, тюнингом этого автомобиля. Таким образом, мы подводим сюда сразу итог, что в 2015 году трехгодовалый автомобиль с пробегом порядка 40 тысяч километров в оригинальном обвесе Хамон, то есть, это все настоящее, как бы карбон, это все ощущается прям при прикосновении. Ты отдаешь 2,700 путем того, что ты добавляешь часть денег в кредит. Ну, да, немножечко перезанял друзей, да. Отсюда вопрос, Дим, вот ответь ты людям напрямую, зачем тебе трехгодовалый немец с налоговым мотором 306 лошадиных сил? Это уже Калининград. Это Калининград, да, ну, соответственно, добавлены тюнинг. Сам факт того, что здесь 306 сил изначально, ты платишь по налогу порядка 46 тысяч рублей в год. Зачем тебе эта машина? Почему ты не купил себе какую-нибудь новую машину? Ведь на тот момент у тебя была такая возможность. Так как я клубный промоутер, надо привлекать к себе внимание, девчонки, тусовки, все зависит от того, на чем ты подъедешь. А здесь я посчитал самое лучшее, ну, цена-качество, потому что ты произвел впечатление более, чем ты за него заплатил. Потому что все думают, что это М-ка, что там под 500 сил, что, ну, производишь впечатление немножечко поярче, чем на самом деле это есть. А мы за этим гонимся, нам надо привлекать внимание. Друзья, вот за это однозначно лайк человеку за честность. Вот, пожалуйста, вам живой человек, который не боится говорить о том, что я хотел себе понтовую тачку, я работаю в такой сфере, мне нужна такая машина. Ну, а сейчас начинается самое интересное. 2 700 отдал за машину, мы дадим тебе слово, Дмитрий. Здесь начинается самое интересное. Друзья, я спрашиваю, сколько денег-то по обслуживанию? Вот дает распечатки документов. Я вам их буду фотографировать в водительный экран. Выполненные работы на 7 тысяч рублей, тут еще на 8 тысяч рублей, хорошо, да, деталей. Дальше работы на 7 тысяч рублей, расходники на 18 тысяч рублей. Далее работы на 16 с половиной тысяч рублей, расходники на 56 тысяч рублей. Держи. И далее, работа, ребята, на 250 тысяч рублей. Это последнее. Просто четверть миллиона, вот так вот. Это когда из серии, это еще то, что он смог найти к дню нашей съемки. Вообще, в целом, там, кардан у тебя вылетал, кардан вылетал, да. В основном, я менял, конечно, масло, всякие фильтра. Здесь я показываю то, что из дорогого мы за 5 лет сделали. Ну, не такие большие суммы. Вот последний у меня, последний очень хороший сервис. Ребята починили, все, залезли. Там поменяли все прокладочки, которые затекли. Масло текло там. Ну, они привели полностью в порядок. Так, очень хороший, грамотный сервис. Соответственно, и видите, вот размер такой, как у... Это, друзья, честный отзыв называется. Любой другой бы человек мог бы об этом умолчать. Это подчеркиваю, это неофициальный сервис. Это, естественно, у дилера это были вообще там умножаем на 3. А масла, которые он там, межсервисный интервал менял, об этом мы даже... А есть 12 тысяч у тебя до завтра, брат? Мы об этом даже не говорим. Диман, вот расскажи, ты проехал, получается, 60 тысяч км за 5 лет? И вот такие цены. Ну, посмотри, тут не так-то много, кроме последнего. Ну, не так-то много, но это серьезно. Тебя это не напрягает вот такие распороны? Напрягает сейчас, учитывая, что машина уже не новая, и ты ее там не продашь за те деньги, которые ты хочешь, сразу 250 косарей вбухать. Сложно. Но с другой стороны, а как я ее продам с плохой историей, и с тем, что она не работает? Мне вот в сервисе ребята посоветовали, говорят, хочется, чтобы у тебя совесть была спокойная, и ты сейчас нормально пока поездишь, ну, и продашь ее, честно. Ну, давай, смотри, говорить на чистоту. Вот если посмотреть по машине, да, парни, вы все видите, у тебя очень много сколов, у тебя есть притертости, несмотря на то, что у тебя машина с круговым обзором. Спасибо моей супруге. Супруга у тебя машину там притерла, там притерла. То есть визуально со стороны стоишь, тачка реально такая понтовая, красиво выглядит. Подходишь ближе, складывается впечатление, что здесь пробег больше. Это все из-за пандемии. Я бы ее, конечно, подделал, но пока были проблемки, да. Диман, ну, а теперь нужно сделать честный отзыв. Вот ты покатался на нем 5 лет. На подобный автомобиль иной раз смотрят молодежь. 20, 25 лет. Скопил человек там 500 тысяч, думаю, сейчас еще 1700 возьму в кредит. Поработаю, 2-3 года покатаюсь, зато на понтовой тачке. Вот давай так, давай пройдемся по плюсам. Какие плюсы ты видишь в этом автомобиле? Внешний вид. Раз. Привлекательность со стороны уже там. По комфорту. По комфорту все отлично. Ну, конечно, 23-е диски, вы понимаете, что это такое. Это практически без резины. А ездить надо очень аккуратно. Как только я даю кому-то покататься, мне обязательно диск заламывает, он стирается. Его отдаешь в ремонт и ждешь там неделю, пока его покрасит. Ездить надо очень аккуратно, но ты за это получаешь внимание. Постоянно вот эти люди проходят мимо, проезжают мимо, останавливаются, хвалят, кайфуют. Это тоже очень приятно, это подкупает, особенно, если из молодежи возьмет, им точно понравится. По технической части, ну, с точки зрения на фаршированности автомобиля, это 2012 год, но, тем не менее, у тебя там круговые обзоры есть. Вот ты же знаешь, что сегодня там существуют свежие машины. Не хватает ли тебе чего-то в этой тачке? Ну, уже, конечно, не хватает, хочется, прошло там два новых поколения, вышло. Предыдущее поколение мне не нравилось, это вообще такой обмылок, семейный универсал. Сейчас уже хочу, наверное, попробовать GLE-шку, можно 63-ю уже хочется взять. А можно, может, хочется и уже не брать ничего, потому что штрафы очень-очень большие на этой машине. Даже учитывая, что это 3 литра с добавленными 50 лошадьми, медленно ездить не получается. Но контролируя камеры, ты все равно там 82-83 километра ловишь все вот эти штрафы. Штрафов очень много. Хорошо, теперь давай по минусам. По содержанию. Мы цены сейчас примерно увидели. Учитывая, что мы все-таки клубные промоутеры, у нас везде скидки, и там многие делают за рекламу что-то, в принципе, это немного сосет у меня денег. Больше всего, конечно, напрягает это штрафы, парковка. Вот с этим действительно проблема, потому что работаем в центре. И я постоянно думаю о том, что все-таки машину надо вообще забывать. Но ты уже привыкаешь к комфорту, спортзал, какие-то вещи, переодеться, невозможно отказаться. Вот я постоянно балансирую либо вообще от всего отказаться, либо... Здесь в техническом, я говорю, вот самое большое, что было, это сейчас 250 тысяч практически. Ну, долго машине я не посвящал мотору времени, и поэтому такая сумма накопилась. Это первое такое ТО за этот год? Нет, у меня тоже была с катушкой проблема в начале года. Там посмотрели в том сервисе, там починили все. Ну, вот она 2-3 месяца проездила, опять вырезана уже с другой. А с подвеской? С подвеской загремела после дисков, как поставила летняя, загремела левая сторона. Вот они нашли там с рычагом крепление. В общем, проблем есть, в общем, друзья. Вот он, пожалуйста. Но в сервисе сказали, что учитывая мой пробег 100 тысяч, учитывая мои колеса, подвеска в очень хорошем состоянии. Это в этом сервисе. Но сервис подтверждает, что здесь ориентировочно, они соглашаются, что здесь 100 тысяч? Да, то есть они даже удивились, что подвеска выглядит лучше, учитывая 23 колеса. Вот такая картина, друзья. Поэтому думайте. Я могу только лишь предположить за тебя, так пока пообщались. Я думаю, за 5 лет нулям он точно сюда вкинул. Это есть и смотреть налог, есть и смотреть все различные. Вот резину подкупил, ну шина там, в колеса сборя 21, в любом случае, ну 17, 18 сюда. Ну не то пальто. Соответственно, вот эти расходы, которые мне уйдут, плюс штрафы, штрафы, это все правильно говорить, это очень важно. Здесь чуть на газ нажимаешь, все, у тебя уже машина едет, соответственно, ты будешь вляпываться. Ну пойдемте присядем и самое главное, конечно же, прокатимся. Тебя как зовут? Ну, ловко, а че? Знаешь, ловко, не нужна тебе такая машина, брат? Поверь мне на слово. Запускаем мотор, такой бур. По микрофонам, конечно, скорее всего, звук будет не очень хорошо слышно. Но в целом, смотрите, электроприводы сидений есть, спинки ломающиеся, то есть это комфортное сидение. Круговой обзор у нас есть. Все на электроприводе, присоски на дверях есть, климат-контроль есть. Ну, мультимедиа, она относительно старая, но в любом случае, 2012 год здесь качество, ну, более чем достойно на корейцах. Как бы сегодня такого не увидишь особо-то. Средний расход у автомобиля, ну, примерно, при его стиле езды, примерно... 20-20. Ну, потому что он катается по городу, как говорит, идти в центр ездить. Ну что, друзья, отправимся прокатиться. В чем кайф таких машин? Внешний вид, это понятно. То, что такая машина подбивает тебя на более агрессивную езду. Очень часто говорят, вот на BMW ездят одни дебилы. Нет, друзья, здесь просто сама машина тебя провоцирует на активную езду. Ехать на ней спокойно, но не хочется. Всегда хочется раз и дать газку. У нас еще просто и выхлоп. Соответственно, сейчас через микрофон это сложно будет передать. Ну, рассказывай. Любишь, да, ты вот это вот по улице, по центру-то, нет? Да, хочется привлечь внимание. Но не так, как ребята ездят по Патрикам. Нет, я такого не делаю. Все-таки мне уже там за 40 и поспокойней. Что меня привлекает в этом автомобиле, еще забыл вам рассказать. У меня есть еще у девушки Мерседесик маленький. Вот. И я регулярно на нем езжу. А стиль езды абсолютно разный. То есть, если на этой машине ты можешь себе допустить какие-то неточности, какие-то огрехи. Тебя люди видят, тебя люди пропускают, тебя люди понимают, уважают. И не сигналят, если ты там медленно что-то, вот как мы сегодня с Сергеем ехали. А на другой машине, даже если это Мерседесик, тебя постоянно подрезают, тебя пытаются, ну, как женская машина, беленький цвет. Черный цвет, X6, все-таки до сих пор на дороге очень хорошо себя ведет. И очень хорошо люди тебя чувствуют и уважают. Это очень приятно. Конечно, чувствуется возраст автомобиля. Вот. И едешься на нем, чувствуется, что эта машинка уже старенькая. То, что она подустала. То, что ей нужен хороший сейчас детейлинг. Ей нужно вот все вот эти косяки закрасить, а еще лучше. Вообще автомобиль заново покрасить, чтобы она прям засияла всем новым. Какие-то вещи по салону поменять, там, кнопки поменять. То есть, вложение все равно тачка требует. И самое главное, да, вы скажете, 100 тысяч, парни, за 8 лет. Вот если верить пробегу, если он реально соответствует, это, конечно, очень много денег уходит. Это прям вот однозначно. Здесь с этим никто спорить не будет. Тачка денег сосет. Но она сосет хорошо, понимаешь? Качественно она сосет. Потому что ты газ знаешь, ты вот, вот ради чего все это покупают. Какой бы ты ни купил Rapid 1.4 на DSG, вот эта пушка-гонка. Какую бы ты ни купил там Seltos, новый на роботе, который хорошо едет, ну как говорят. Не то это. Вот здесь ты садишься, ты думаешь, блин, кайф. Но за кайф нужно платить. Поток идет, машины едут. Ну хочется, понимаешь, вот хочется заниматься ерундой. Хочется сюда встать. Потом, а, нет, нам вот в эту сторону нужно объехать его с этой стороны. Камри пытается цепляться. Ну, понимаешь, Камри там, ну, 2,5 литра. Но это не то. Она никогда так не пойдет. Вот рассказ там, Камри 3,5 она едет. Я ездил на ней. Там передний привод, она, ну, с 60 еще там будет пытаться цепляться. Ну, здесь, понимаешь, посмотрите тоже на X6 предыдущий. Вот, ну, он не привлекает внимания, как привлекает этот автомобиль. Ну, да, это, грубо говоря, такая, знаешь, штатная версия. Чисто такая вот мамка взрослая поехала, там, отец, там, что-то. А здесь, понимаешь, такая для Пижона, ну, вот для Димана. Потому что Диман у нас и выглядит, да, стильная. И машина у него стильная. То есть это такой имиджевый, я бы сказал, автомобиль. Точно. Друзья, можно подводить следующие выводы. Тачка агрессивная, тачка тянет, тачка едет. Но постоянные штрафы, раз, повсюду камеры. Лежачие полицейские, два. В городе трафик, три. Соответственно, расход у тебя на машине будет 20 литров. А 20 литров, ну, давайте посчитаем. Сотый бензин, 53 рубля. То есть, для того, чтобы проехать 100 км по городу, ты отдашь 1060 рублей. Ну, нехило. За 100 км. 1060. Нехило. По содержанию тачка денег сосет, сосет. И сосет неплохо. Деньги она будет тебя в любом случае забирать. На вторичке она потеряла в цене. Даже он, покупая ее с пробегом за 2700, сегодня, ну, вот мы пообщались, ну, полтора ей цена. Два миллиона, это слишком круто. Там, рассказывал, что у тебя капот. Да, это здорово. Но это не ценится. Никто этого не захочет. Ну, внешний вид такой, захотят иметь. Но денег за это давать не будут. Друзья, X6 есть, iPhone есть. Но iPhone разбитый. Это я отлично погулял в Сочи. Кстати, вы можете об этом посмотреть. Там много веселых роликов у меня на моем канале в Instagram. Дима Йош. Все о тусовках и не только. В качестве благодарности оставляем ссылочку. Диман попросил, вот снимает. Ну, тут Instagram живой, народу полно. Поэтому забегайте, посмотрите, как живет клубный промоутер. Возможно, для вас это будет какая-то мотивация. Возникнут вопросы, напишите он вам с удовольствием. Ответь, опять же, по машине. Если будет интересно, пообщайтесь. Приезжайте, покатайтесь. Ссылочку оставляю в описании. Спасибо, ребята, отличная передача. Итак, друзья, выводы здесь простые. Это понтовая крутая тачка, на которую вы с удовольствием будете наваливать по городу и получать от нее удовольствие. Это доступная машина на вторичке. Вы купить ее можете хоть сегодня за миллион двести, миллион триста. Ну, в этом пределе. Но сколько денег вы в нее вложите при владении этим автомобилем, вот чеки вы сегодня сами все увидели. В интернете можно найти отзывы, кучу отзывов, что надежная машина дарит удовольствие для первого владельца. Для второго владельца с пробегом свыше ста тысяч километров, вот она только-только перевалила, а денежку она доест. Поэтому здесь выводы делайте сами, нужна вам такая тачка или не нужна. У меня на этом сегодня все. Ссылочки все полезные остаются в описании. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Дальше мы будем снимать больше интересных роликов на разные темы. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok